В начале 2015 года жители микрорайона Ольховка в сельском поселении Володарское обратились в службу Госадомтехнадзора с жалобами на неудовлетворительную зимнюю уборку придомовых территорий. Некачественная очистка от снега и наледи тротуаров, подходов к детским площадкам, подъездов к жилым домам. Управляющей компанией, обслуживающей данный микрорайон, было назначено административное наказание. Цель приезда инспекторов – проверить, как исполняются предписания. Предписание исполнено частично. Тротуары почищены до асфальта, то есть тротуары и пешеходные дорожки почищены до твердого основания, как требуется законодательством. Но внутриквартальные проезды, это вот где ездят машины, естественно, до твердого покрытия здесь далеко. Уборка проведена некачественно, мы видим снег, наледи. Также при подходе к детской площадке мы не увидели подходов очищенных к детской площадке, что также является нарушением закона Московской области. Похожая ситуация и в Молоковском сельском поселении. Снег как лежал в тот момент, когда мы выезжали сюда с предписанием управляющей компании, так он и остался на месте. То есть предписание наше гособтехнадзора не исполнено. Управляющая компания будет еще раз вызвана в территориальный отдел для возбуждения административного дела. Исполняющий обязанности директор управляющей компании, обслуживающей микрорайон Новомолокова, ссылается на недостаток финансирования, а также техники, особенно специализированной, которая занимается уборкой льда. Это главная проблема, так как приходится очищать дороги от наледи вручную. Посыпание химреагентами, потом уборка того, что оттаяло, если это оттаяло, опять зависит все от погодных условий. Максимальное внимание уделяется главной дороге подъездной. Внутри домовые дороги, конечно, в связи с перечисленными трудностями, они в довольно-таки плохом состоянии, с этим мы согласны. Но подходит очередь внутридомовых дорог. Они будут очищены в течение двух-трех дней однозначно. Мы надеемся, что предписания будут исполнены, и управляющие компании сельских поселений будут своевременно проводить работы по уборке свежевыпавшего и уплотненного снега, вывозу снега, а также работам по борьбе с гололедом. Продолжение следует...